всем привет с вами при сегодня мы вновь делаем аналитику на ваших персонажей вторая собственно часть уже да получается следующие 10 ссылочек будут рассматриваться сейчас я открываю это обсуждение и мы начинаем эти 10 оружейных уже вскрыты и сейчас мы все абсолютно наидетальнейшим образом рассмотрим и так сейчас мы все это дело прокрутим и начнем кстати видите какой демон hunter заботится о своем персонажа чарится прям вот знаете мне кажется я не знаю там забота так и прет о нем окей начинаем размяться надо да все таки перед таким важным то делом демон hunter да получается относительно недавно играет 3000 чиппоинтов 898 клип первая же ошибка которую я вижу даже не осматривая весь шмот в плане стат это и наличие чарок то есть окей есть придаст шея легендарная но он не зачарен почему с этого теряется весьма ну так мне кажется процентов хотя бы какое-то количество процента дпс теряется с этого так что шею обязательно зачарить плащик надо зачарить на ловкость само собой и колечко зачарить на тот стат который тебе нужно ну так чарки являются весьма таким важным предметом я бы сказал но вопрос у человека был такой подскажи что сейчас покупать за осколки если ты хочешь себе допустим какую-либо легендарную голову с целью того чтобы играть через пронзающий взгляд в миф плюсах то покупай голову за 5000 осколков и надейся на то что тебе рано или поздно упадет легендарная голова если даже ты хочешь играть через билд с броском боевого клинка blit билд называется то покупаешь запястья то есть мое мнение по поводу осколков вообще нужно либо доставать какие-либо редкие вещички на свой класс и спек допустим я на своего воина достаю нестабильный аркана кристалл вот этот который падает с иссохшего джима ну вот а вы можете как вариант ну пытаться дропать себе легендарочку с помощью этих осколков это полезно весьма и продуктивно на самом деле итак едем дальше вот это моя тема уже весьма интересная воин танк стоит ли добирать капхасты или уже можно коваться в мастере мне кажется можно еще раз удачу попытать голова с критом так что дальше у нас получается ноги с большим количеством крита ну и все только я не понимаю почему ты используешь легендарный пояс и в итоге не используешь талант луженая глотка к примеру но действительно потому что насколько я правильно знаю если на постоянке использовать поясок то луженая глотка зайдет вроде бы как даже лучше чем месть но все же что я тебе могу предложить вопрос был касательно капа хосты и мастере у тебя 27 процентов скорости если тебе комфортно в них играть то этого тебе хватит если же нет то бери до 30 как вариант ну не знаю на самом деле если сейчас мое арморе открыть давайте глянем арморе да сейчас она откроется прогрузится 27 по факту столько же ну да у меня искусности побольше да и шмот в котором я релогу если он не тот у меня у самого сокетов нету и чарок сам себе понимаете речь о суть то в том то что если тебе комфортно играть текущим количеством скорости играй крит маленько стоит срезать само собой большое количество крита она ни к чему скорее всего даже искусность тебе не сильно нужна как вариант можно уйти в большее количество универсальности ну я так думаю как дерзай касательно талантов этот талант вообще похвален то что ты его берешь аватара я не знаю если каждые 6 секунд ты можешь прожимать стойкость боли то есть крутить цикл мести то тогда играй с обновленной яростью как я это делаю если нет ну тогда да тогда аватара а к чему ты берешь управление гневом честно понять не могу на самом деле ну как-то ну не знаю жесткий отпор что ли получше мне кажется будет в текущем твоем состоянии талантов шмота и прочего вот а так то есть поясок тебе по факту сменить как я это сделал и одеть легендарные перчатки вместе с легендарными запястьями и это будет реально классно а то что у тебя если допасть на самом деле я завидую вот а рок доблести я не думаю что такая сильная тринка на танка как вариант попробую и выбить себе такой аксессуар по типу сила плюс скорость как вариант то есть можешь продолжать покупать за осколочки аксессуары и рано или поздно надеюсь она тебе упадет счастье здоровья всем благ ну ты понял и так чернокнижник ну чарочки наше все так рестор друид но тут что у нас получается чарочка за место 150 интеллекта может выйти на 200 то есть можно перечарить по факту до 4 куска вообще мне кажется идеально заходят на рестор друля но осталось только и дропнуть да там как вариант по поводу стат это у нас получается там два билда я знаю то что либо скорость идет приоритете либо искусность идет приоритете но вполне неплохой то есть по моему это рейдовый билд когда скорость идет приоритете так что вполне неплохие статы и вполне неплохой друид ну тут нечего сказать единственная чарку только посильнее и все потому что 50 интеллекта когда-то могут стоить жизни кому-либо рейдером так еще один воин защита что он спрашивает у нас так подождите-ка интересует что покупать за кристаллы и какие шмоток прям очень критично заменить вары используют только для ключей а окей то есть я понимаю это какой-то твинг хорошо хороший такой твинг на самом деле и так голова идеальная шея идеальная вполне только знак подготовленного солдата нужная или чарка вообще на воин защита ну не знаю мне допустим со знаком тяжелой шкуры по кайфу ну то есть плюс броня плечики на крит нежелательно их бы сменить по хорошему на грудник прям вообще реально классный аксуар сила скорость хорошо не отвязанный страх я не думаю что это такая прям сильно классная тринка но на самом деле уменьшая урон от автоатак цели по вам на такое-то количество за удар в течение такого-то времени да ну какая-то там тринка на статы или тринка юзабельная на что-либо как вариант колечко легендарное можно заменить как вариант либо на поясок либо перчатки легендарные рано или поздно дропнуть ноги на крит желательно сменить да в принципе вполне неплохой воин 30 процентов скорости искусности но вполне хорошее количество крита до многовато допустим это количество крита можно направить какое-либо нужное русло и видео искусности или универсальности по талантам почему вы начали брать управление гневом муж я чего-то не понимаю или реально я уже отстал от всего этого стар слишком стал супер стар жесткий отпор же нет или у вас прям классный приток ярости то что можно откатывать все это дело попробовать как-нибудь с гневом ну окей то есть свое мнение я высказал касательно вопроса вот а то что что покупать за осколки до аксессуары действительно ну или перчатки в надежды на легендарные или плечиков чуть-чуть можно купить то есть не ноги то вряд ли но ноги понимаешь они очень хороши по и левел они дают тебе очень много силы и выносливости этот крит который тебе дается с них 1120 он даже ну как бы ну ну и ладно типа и пускай потому что какие-либо выше и клипом ты дроп нишне скоро через месяцок в лучшем случае всех благ там счастья здоровье по ножей побольше на самом-то деле это что за существо это у нас протопаладин тринки чарки наше все оконю вопрос говорит некоторые хилы говорят что я ватный что не так но вот это интересный вопрос правда вот плечи зачарил а остальное ничего не зачарил это гениально шея чарится на броню плащ чарится на силу колечко чарится на что-то еще второе кольцо чарится я вам раскрою тайну она все-таки чарится на самом-то деле ну и стук не может перетрансмагрифицировать но это уже такое себе а если посмотреть твои аксессуары медальон пороша это роковый тринкет который повышает твой максимальный запас хп и искусность на определенное время с определенным кд то есть это аксессуар который сработает какое-либо определенное время на какое-то время повысив твою выживаемость казалось бы классно но такое себе экзоскелет честно я никогда не понимаю смысл этих аксессуаров легионе ну серьезно уменьшает по вам входящий дамаг до такого-то там уровня до такого-то общего получаемого дамага что одень какой-то не знаю аркана кристалл или там аксессуар по типу сила плюс скорость или сила плюс искусность серьезно это будет намного лучше скорости у тебя мало для протопаладина мне кажется 15 процентов скорости это очень-очень плохо таланты давай глянем таланты может у них что-то еще кроется длань земля ну не знаю земля такой правосудие вроде получше идет все таки ну земля ты сам можешь контролировать кайт мобов это иногда важно допустим в них плюсах мститель ну вот у меня паладин тоже с мстителем играет сложно-сложно-сложно защитниками в плюсах актуален мне кажется соло цель либо защитник либо ну праведный защитник либо серафим типа такого сложные вы протопаладины на самом деле очень сложные ну да и дальше идем зачарься я тебя прошу и тогда хилы не будут говорить что ты ватный так мой чарный уэс топ-10 по sd ретрик на 7 1 5 интересно я не понял чему это просто так пишу от нихер делать дпс у меня в районе 550 без леги пояс плащ в следующем контенте будет другой сета поиск кольцо лиандрин или на дпс от буря за института босса считаю что лего на буря очень сильная под крыльями она будет дамажить сверху до кучи и и что что мне тут надо было сказать я просто реально не не понял если честно ну окей плащик надо зачарить не знаю сменить эти две не очень хорошие легендар очки как вариант на те которые ты ранее сказал и level артефакты как либо повысить может в талантах что-то посидеть подумать как вариант ну там ротировать или до когда-либо опыт свой повысить его нормали и хм да и в мифике может этим персонажи дроп ничего не интересное поясок заменить за осколку пить ну вот так блат дк сложно сложно нужна помощь говорит так что мне вылезло по статам на блат дк хорошо давай обратимся к приоритетам стат на блат дк в принципе существует три варианта раскидывания статов первый для выживаемости берется хоста в приоритете то есть скорость да где у нас статы там а вот они все вижу их слепой и слишком извините вот приоритете у нас идет скорость потом идет универсальность потом идет искусность только потом крит удар ты же решил универсальность как-то пропустить да с целью выживания окей с целью дпс к берется скорость критический удар универсальность и только потом искусность но есть сбалансированный билд который весьма неплохо себя покажет и он является рекомендуемым Это скорость, это универсальность, это критический удар и это искусность. Вот такие вот рассуждения у меня по этому поводу. Возможно, тебе нужно заменить твои аксессуары, потому что знак победы литого бойца, да, он прокает на силу, но как-то танкам вторичные статы будут получше с целью выживания на самом деле. А этот ринка весьма хорошо сойдет с целью нанесения дамага. Ну, думай, что тебе надо и обдумывай вообще последствия того, какой шмот ты одеваешь. Вот так вот, надеюсь, релики правильно изставлены, ну, руна правильная тоже. Вот везучие вы ДК, у вас и аура сейчас есть на отхил, да, 20%, да, она, конечно, не сильно чувствуется, но иногда спасает жизнь на самом-то деле в миф-плюсах. Оружие можете чарить до сих пор, что самое классное, да. И раньше могли чарить, и экономили голду на чарках этих, а не стоят, ну, внушительную сумму. Ну, это вообще, это кайф, и мастяшка, и лужи, и, да, короче, топ-1 танк in the world. Окей. Спрашивает, говорит, почему меня ваншот? Это кто? Ты кто? Алло. Варген, сила, сверя. Другие, черный шрам. Что, код, что ли? Они существуют? Кто код плюс в чат? Спорость, искусность, универсальность, крит, 3-300 фп. А кто тебя ваншотит? Боссы? Это танки, потому что эти пипидастры не хотят таунтить боссов, а ты там сидишь, наверное, и таунтишь этих боссов, вот тебя и ваншотают. На самом-то деле. Ну, вопрос поставлен. Почему меня ваншотают? Ну, потому что надо меньше танчить. Все, вопрос исчерпан. Так, охотник. Посоветуй, какие шмотки заменить. Угу. Угу, угу. Окей, смотри. Охотник, значит, да? Стрельба получается. Так, чарочки. Все есть. Отлично, хорошо. Ох, я провел полнейшую аналитику по охотникам. Рассмотрел охотников, с которыми я фармил, не фармил, занимался всем чем-либо. И, знаешь, киллджиден не самый лучший аксессуар на охотника. Стоит это признать. Ступни будут гораздо лучше. Но, надеюсь, ты не из тех охотников, которые дропают ступни последним и тому легендарным. Я в это верю и сильно надеюсь на то, что ты дропнешь ступни относительно скоро. Вот. Как вариант, можешь покупать ступни за осколочки пустоты. И рано или поздно они тебе упадут. Это стопроцентно. Я так пытался покупать треньки, да и до сих пор покупаю, да. И на восьмой скрытый аксессуар мне упала легендарная тренька на протовар. Перерожденная ненависть Архимона. Так что, надеюсь, что и тебе в районе такого уже что-то упадет. Как вариант, можно использовать пояс на ОЕ. Вот. А второй аксессуар, если ты снимешь пылкое желание Хилджидена, я рекомендую поставить Фоцци. Это аксессуар с Алуреэль. Это переплетенное средоточие стихий. С часиками зайдет. Надеюсь. Вполне хорошо. Вот. Давай рассмотрим твои таланты. Камуфляж, стая воронов, рогатые, гремучие змеи. Честно говорю, этот талант, по-моему, хейтит 90% охотников. По-моему... Давай сейчас рассмотрим калькулятор талантов. Угу. Угу. Ну, за место камуфляжа... Понимаешь, камуфляж, он хилит персонально тебя. Он работает только на тебя. А смысл от камуфляжа, допустим, при рейдинге или при проносе миф-плюсов... Ну, не особо смысл. Давайте согласимся с этим. Связующий покажет себя получше. Ну. Стая воронов... Да зачем она нужна? По-моему, берется беглый огонь, и ты его постоянно включаешь и дамагаешь более усиленно в ММе. Ну, а за место змеи вроде бы берется коварный выстрел. Пронзающий это на ПВП больше направлен, а коварный как раз-таки на ПВЕ, по-моему, насколько я правильно знаю. Так что, как-то так. Вот. Ну что. Десять оружейных мы осмотрели. Я прошу вас. Ой, перед тем, как вы... кидаете свои ссылочки на персонажей, прочарьте их. И выберите какие-либо хорошие таланты. Ну и, разумеется, находитесь в том шмате, какой хотите, чтобы я осмотрел. И по которому дал оценку. Вот так. Всех вам благ, счастья, здоровья. Оружейные свои можете скидывать также в обсуждение ВКонтакте. Ссылочку я оставлю в описании. Всякие еще розыгрыши идут, другие интересные прикольчики. Заходите, может, что-то полезное для себя подчеркнете. Может, какие-то моменты обсудите, как вариант. Самое-то главное, чтобы вам со сколков легендарки падали. А остальное... Остальное все будет. До скорого.